Такие вопросы, пожалуйста. Возьмите, вы занимаетесь вам, из-за вас, и ваших знакомых Мирамистом Робина для суммы делителей? Заводом кажется, что это завлекательная задача, она в эквиваленте, пусть и серебряная. Ну, дело в том, что... Какая ситуация в этом деле? Знаете, я вам расскажу историю, так чтобы потом... Значит, в 30-е годы Поль Турон получил эквивалент, гипотеза Риммана, связанность оценки триггантических сумм по простым числам. Ну, Виноградов говорит, почему? Раз получен, я сейчас оценю триггантических сумм. Оценил. Правильный результат получил Сулу Виноградов. Его, конечно, Юрий Владимирович уважал. Он вообще крупный математик. Ну, так вот, видите, бывает, что... Ну, учитель, вот Иван Матвеевич дал своему ученику проверить эту работу. Вот Робина работал уже 30, более 30 лет. Это не важно. Дело в том, что я слышал об этой работе. На самом деле, тут лучше всего, значит, ближе к этой работе были получены результаты в начале 20-го века. Вот. Вот. Причем они были получены с помощью, значит, анализа Фульье. И, в общем-то, здесь далеко от этого не ушли. И, в общем-то, в этом направлении размышляем. Я вот вспоминаю Сергея Михайловича Воронина. Он всегда, значит, он знал... И вот его теорема об универсальности Z-функции Риммана. Как он говорит, теорема о кружочке. Он же замечательную вещь сделал. Мы знаем теорему Риммана об условно сходящихся рядах. В конечномерном пространстве теорема Штейница. А дальше Гильвердову пространство. Такой теоремы не было. И Сергей Михайлович своему другу Диме Печерскому ставит задачу. А Дима был учеником Дмитрия Евгеньевича Меншова. И Дима справляется с этой задачей. Ну, а Сергей Михайлович доказывает универсальность Z-функции Риммана. И тем самым, в общем-то, создает вообще новое понятие. в теории функции комплекса с первыми рядах. Такой вопрос. Ряды Виноградова для каких уравнений возникали? Вы имеете в виду Шелегера, уже там. Да, уравнение Шелегера, вот там. Ну, вот задача Каши, вот здесь выписанная, или вот линеризованное уравнение. Гармонический анализ, обычно это анализ теории представлений групп. Здесь у вас как-то в каком смысле это? А, понимаете, а я что сделал? Я говорю, а для меня гармонический анализ это тригонометрические ряды, в смысле тригонометрические суммы и тригонометрические интегралы. Так, по крайней мере, с этого начинает Стейн в своей книге, замечательной по гармоническому анализу. Именно та первая и вторая. Вот Юрий Николаевич Дрожжин, он как раз, наверное, был редактором и переводчиком одной из замечательных книг Стейна. В числе целых точек в разных областях у Вейля, видимо, возникло в связи с задачей из геотематической физики. Он асимптотику спектра оператора Лапласа в разных областях смотрел. Это один из самых больших методов как раз в сочетании России. Да, да, именно так. Но вот я должен сказать, что Вейль выпустил книжку такую «50 лет в математике». И вот из советских математиков он отметил всего одного – винограду. И почему отметил? Потому что в 1955 году он пытался получить что-то более глубокое, чем виноград. Не получилось. И, конечно, вот он очень ценил Ивана Владимировича винограду.